Пожалуйста, Торощин Игорь Андреевич, фракция ЛДПР. Последующие перепродажи имущества предприятий и их земель. Обращаю ваше внимание, что активный спад производства в регионе наблюдается именно в период губернаторства Андрея Бочарова. Приведу ряд примеров. Волгоградский судостроительный завод, крупнейшее предприятие в стране, выпускающее сухогрузные наливные грузовые суда для речных, смешанных и морских условий плавания, находящихся в перечне стратегических предприятий России, признан банкротом. Ушел с молотка всего за 324 миллиона рублей, хотя начальная цена была 2,4 миллиарда. Волгоградский завод Химпром, некогда один из промышленных гигантов, основанный еще в 1931 году, за несколько лет оказался уничтожен. В итоге Химпром был продан за 103 миллиона рублей, хотя начальная стоимость предприятия составляла 3,8 миллиарда рублей. Завод «Нефтегазмаш» и еще один крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности также был обанкротен. Только вдумайтесь, предприятия, которые могли приносить миллиарды рублей в бюджет области, а также создавать десятки тысяч рабочих мест, сегодня не функционируют. В итоге заводчане пополнили и без того многочисленную армию безработных в Волгоградской области. Вот еще пример. Завод по производству стали специального назначения «Красный Октябрь». При небольшой модернизации и восстановлении утраченных цехов завод сможет производить около миллиона тонн стали в год и закрыть полностью дефицит спецстали на внутреннем рынке. Президент говорит, что предприятиями должны управлять профессионалы, а губернатор, в свою очередь, на должность технического директора по развитию оборонного предприятия ставит ранее проворовавшегося директора Валерия Яветского, не имеющего металлургического образования. Также на должность исполнительного директора ставит мелкого лавочника из города Клинцы Брянской области Александра Сивакова, не имеющего вообще представления металлургии. А его первым заместителем ставит Вадима Лебензона из команды беглого олигарха и бывшего хозяина завода «Красный Октябрь» Дмитрия Герасименко, которые вместе развалили завод, закрыли около 60% основных цехов, уволили около 5000 работников завода, установили нищенскую заработную плату, заменили опытных коренных руководителей и работников завода на пришлых из Украины. При этом пришлым оплачивали съемное жилье и выплачивали заработную плату в разы превышающую местным работникам, тем самым создавали враждебную ситуацию на заводе. И на все это губернатор в течение пяти лет закрывал глаза, а тут перед выборами вдруг прозрел. Что это? Продолжение уничтожения завода или нелюбовь к жителям Волгограда, предки которых ценой своей жизни завоевали свободу от нацизма? Цеха на территории завода разрушены хуже, чем после событий 1943 года. Вот так эти великие металлурги в лице Яветского Лебензона Сивакова и горе-металлурга также из Брянской области Андрея Веселкова, который по воле губернатора ушел с должности руководителя госживонадзора по Волгоградской области и сразу стал хозяином ООО корпорации «Красный Октябрь» с долей собственности 51%. А вторым собственником тот самый лавочник Сиваков ООО «Корпорация развития» с долей 49%. Губернатор так и заявил, что в городе герой нет грамотных специалистов-металлургов, поэтому в руководство завода назначаем Сивакова и украинского олигарха Лебензона. Также в руководство предприятия губернатора возвращают бывшего главного бухгалтера и директора торгового дома, которые участвовали вместе с бандитом-мерзавцем Герасименко в развале предприятия и были прямыми участниками мошеннических схем по выводу активов с предприятия. Тут-то и становится всем все ясно, для чего эти люди нужны Бочаровой и ГОП-компании, руководящие предприятием. Они имеют огромный опыт по выводу финансовых потоков, но уже это будут делать, а не для нового хозяина. Усилиями чиновников остаются недофинансированы другие отрасли. Так, запланированный в бюджете в 2019 год 300 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса региона были благополучно слиты в бездомную бочку ООО «Корпорация развития Красной Октябрь». По сообщениям СМИ, на всю эту сумму Бочаров смог отремонтировать туалеты. Наверное, еле уложился. Что это? Патриотизм, профессиональный долг или стремление похоронить завод? О каком вообще пополнении бюджета и возрождении предприятий может идти речь, когда сметы финансируемых бюджет раздуваются в десятки, а то и сотни раз? Сегодня «Красный Октябрь» производит мизерные объемы спецстали, которые вывозят на машинах с литовскими, бельгийскими, украинскими и латышскими номерами за пределами России. А соседний, Волгограднефтемаш, который находится в 15-километровой доступности, простаивает из-за отсутствия нержавеющего листового проката, который он вынужден покупать втридорога за границей. Если эти персонажи под покровительством губернатора продолжат так эффективно работать и дальше, то всю промышленность Волгоградской области ждет участь химпрома, тракторного, судостроительного и других предприятий. Который Бочаров благополучно похоронил за свою пятилетку губернаторства. Волгоградскую область спасет только команда ЛДПР. Спасибо. Пожалуйста, поведение неверных, Сергей Иванович. Да, спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, давайте мы все-таки на самом деле относиться к своим выступлениям более ответственно. Я уже не первое выступление слышу Игоря Андреевича в части критики работы администрации Волгоградской области, но я хочу задать вопрос, какое отношение имеет губернатор к оборонным предприятиям? Какое отношение к назначению на какие-то должности имеет губернатор к закрытым акционерным обществам? Почему мы возлагаем ответственность именно на губернатора, который к этому не имеет никакого отношения? Если сейчас там начинается выборная кампания, Игорь Андреевич, участвуя в этой кампании, собирается на этой площадке, используя свое служебное положение, полностью заниматься такой дискредитацией, это неправильно. Необходимо соответствующе сделать запросы. Мы готовы участвовать в этих запросах, если есть такая общая какая-то позиция. Но заявлять и обвинять руководство области в том, что тем предприятиям, которые являются федеральными или какими-то другими, совершенно некорректно и неправильно. Спасибо, Сергей Иванович. Игорь Андреевич, у Вас нет намерения избираться на должность губернатора Волгоградской области? Пожалуйста, включите микрофон Торощина. Спасибо, Вячеслав Викторович. Как решит партия, так и будет. А то, что сказал Сергей Иванович, абсолютно это не так. Игорь Андреевич, просто если у Вас есть намерение избираться на должность губернатора Волгоградской области, то, безусловно, то, что на протяжении нескольких уже пленарных заседаний мы слышим, это использование своего положения. Более того, Вы нас втягиваете уже в избирательную кампанию, и это можно трактовать как нарушение законодательства. Тем более, здесь звучат серьезные обвинения. Нам не хотелось бы здесь рассматривать за тем вопрос снятия Ваших полномочий. Давайте мы эту тему перенесем в плоскость либо исполнения депутатских обязанностей, либо, если мы хотим, чтобы Думская трибуна стала трибуной будущих конкурентов за пост губернаторов, мы понимаем, к чему это приведет. Коллеги, мы давайте для себя решим. Как Вы считаете? Нам вот это вот все слышать, тогда давайте направляйте действительно в правоохранительные органы, и пускай занимаются. Но речь ведь о чем идет? Распространение недостоверной информации с этой трибуны – это прямой путь в зал суда. А если, допустим, Вы как депутат, получив информацию, направляете для того, чтобы ее изучили правоохранительные органы, это исполнение Ваших полномочий. Вот в чем большая разница между этим. Поэтому давайте, коллеги, действительно будем более ответственными. И прежде чем, особенно такие формулировки в отношении людей, которые работают в органах управления региона использовать, подумаем, что это все может быть бумерангом. Вот если мы отдаем себе отчет, тогда, пожалуйста, в прокуратуру. А если это политические заявления, понятно, что нам лучше здесь риторику менять. Извините, Старовойтов Александр Сергеевич, Жириновский Владимир Вольфович, по ведению. Я считаю, что так нельзя ставить, Сергей Иванович. Если вам очень хочется как-то поменять риторику, давайте где-то соберемся в каком-то кабинете и поговорим. Но если мы будем затыкать рот депутатам, тогда о чем они будут говорить? Посмотрите события на Урале. Если бы там вовремя и губернатора, и мэра критиковали бы, этой ситуации бы не было бы. И в Архангельске бы не было бы. И в Приморье. Вы понимаете, что владимирские депутаты от Госдумы здесь молчали сто лет. А народ избрал другого губернатора. А если бы они здесь выступали жестко, народ бы, может быть, и сохранил бы должность губернатора. Зная, что есть критика, что все видят. Вы понимаете, что Бочаров самый слабый губернатор. Вы опять проиграли. Оставили в этих местах на 8 сентября самых слабых губернаторов. И еще их берете под защиту. За что должны делать оппозиционные партии? Ждать указания президента? Отмашку. Можно критиковать Бочарова. Но это же проблема. Для чего у нас? У нас было уже заявление, что Госдума не место для дискуссий. Что-то вспоминать, как тракторостроение, как у нас коломейцев. Как тяжело сельское... Пожалуйста, Неверов Сергеев Иванович, а затем Шаманов Владимир. Владимир Иванович, я вас полностью поддерживаю. Но это вопрос не критики, а достоверной информации. Если сегодня в Владимирской области ликвидирую должность замгубернатора по сельскому хозяйству, это ответственность губернатора. А если назначение идет на федеральную должность, на федеральном предприятии главного инженера или зам по производству, то никакого здесь в этой части влияния губернатора нет. Это совершенно другая структура, которая производит это назначение. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы говорим о достоверности информации. Пожалуйста, Шаманов Владимир Иванович. Уважаемый Вячеслав Викторович, я полностью поддерживаю позицию Сергея Ивановича. Мы в последнее время начинаем скатываться к тем годам, которые давным-давно уже забыты. Надо прекратить оскорблять друг друга. Надо прекратить навешивать ярлыки. И надо прекратить заниматься популизмом. Тем более, что сейчас мы к сентябрю будем двигаться. И не хотелось бы, чтобы нарастал этот вал. Ну а такие заявления, как Бочаров самый слабый губернатор, они просто безответственны. Этот человек достойно работает, решает задачи, область меняется на глазах. Поэтому категорически не согласен с этими заявлениями и поддерживаю Сергея Ивановича. Спасибо. Уважаемые коллеги, я прошу вас все-таки придерживаться регламента. У нас пятиминутка или десяминутка, она так и обозначена, что это выступление представителей фракции по актуальным социально-политическим, вернее экономическим, политическим и иным вопросам. И не надо обсуждать выступление депутатов. Иначе мы превратим все наше свидание в балаган, и тогда можно будет поддержать предложение Познякова и закон второго чтения вернуть в первое чтение. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.